ДТП под Васильевкой, нападение на таксиста, свободный проезд к пляжу. Об этих и других событиях в Запорожье области далее коротко. ДТП со смертельным исходом. В нескольких километрах от Васильевки Лада Приора, выехав на встречную полосу, в лоб в лоб столкнулась с маршруткой. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Девятерых из 14 доставленных на осмотр медиком, пассажиров микроавтобуса госпитализировали. Троих пришлось доставать из машины с помощью спецсредств спасателям. Еще одна смерть на дороге произошла в Шевчанковском районе Запорожье. У заводского рынка водитель москвича сбил пешехода на переходе. Тот скончался на месте. По словам свидетелей, москвич проехал еще пару сотен метров, после чего водитель сбежал с места ДТП. Теперь этим занимается следствие. Драка на улице Глазунова. Владелец кафе сообщил патрульным о том, что пьяный, неизвестный сломал ограждение. Одна из посетительниц, находившаяся там с ребенком, пожаловалась, что хулиган угрожал ей и бросался с кулаками. Полицейские вскоре нашли подозреваемого. Пострадавшие его опознали. При этом тот вел себя агрессивно, ругался, так что вынужден был отправиться в наручниках в отделение. Нападение на таксиста. В Мелитополе во время семейной ссоры муж выгнал жену с тремя детьми. Она вызвала такси, и когда водитель хотел ей помочь с вещами, на него набросился с ножом скандалист. Потерпевшего госпитализировали, а через несколько дней нашли избежавшего с места происшествия ранее судимого нападавшего. Неадекватный джентльмен. На улицу Лермонтова на вызов о том, что во дворе кричит женщина, прибыли патрульные. Выяснилось, что ее вызвался проводить домой незнакомец, возжелавший в итоге большего. Получив отказ, он набросился на нее с кулаками. Женщину доставили в больницу. Полицейским не понадобилось много времени, чтобы найти и задержать 36-летнего злоумышленника со следами крови на руках. В его сумке нашли телескопическую палку. Кража при спящих хозяевах. Прибывшим на вызов патрульным владелец дома на улице Василия Вышиванова сообщил, что проснувшись, увидел, как некий мужчина крадет его вещи. Декоративные ножи, телефоны, домашний кинотеатр. А до этого успел еще и пакет с продуктами собрать. Вора задержали. Плата за проезд. Ее требовали работники частной структуры, с которой Приазовский национальный природный парк заключил договор про сотрудничество в поддержании в надлежащем санитарном состоянии территории рекреационной зоны. Вместо этого те установили шлагбаум в пляжной зоне на Федотовой косе у Кирилловки, а с желающих проехать требовали плату. Сотрудники Мелитопольской прокуратуры и Кирилловского отделения полиции самодеятельность прекратили. Шлагбаум демонтирован. Начато расследование. Продолжение следует... Продолжение следует...